Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Арина, и вы на моем канале. Была я в небольшом путешествии, сейчас я вернулась и сразу к своим любимым курочкам побежала. Кстати, у меня здесь состоялось глобальное переселение. Я вам рассказывала, что у меня шелки будут жить отдельно, вот они уже в клеточке. Клеточка будет демонтироваться, поэтому я думаю, что им там будет очень хорошо. Кстати, они прилично подросли, им скоро будет 4 месяца. Да, посмотрите, какие пушистые мои попки. Я думаю, что вот этот явный петушок. Ой, ну куда ты наступил? И вот еще, мне кажется, петушок. Все остальные вроде бы курочки, потому что в 4 месяца они считаются уже более или менее половозрелые. К 5 месяцам так уж точно. Поэтому я думаю, что явно 2 петушка, остальные, возможно, курочки. Но я, конечно, буду этому безумно рада, если это так и есть. Так, ты что кричишь? Ты что кричишь? Яичко сегодня снесешь? Так, что у нас здесь еще новенького? А из новенького то, что теперь я переселила легмаранов и маранов к своим ликбарчикам. Здесь у меня в выгуле были только ликбары. Ну и вот эти помесные курочки. Ну, естественно, они не суют и яйца простые, бежевые. Поэтому можно было запросто отличить. Ликбары голубые несли, я их закладывала на инкубацию. Вылупились прекрасные еще легмарчики. Они уже жили здесь все вместе. Ой, как кричат. Вы так кричите, как будто сегодня будет у меня здесь 50 яиц на 3 курицы. Так, и что еще могу сказать? Да, теперь они живут все вместе. Легмараны, они получаются вот черные, но с такими обведенными перышками. Да, тоже такие расцветки. Видно, что это именно легмараны. И черные это именно мараны. Вот у меня одна курочка черная мараночка получилась. И где-то еще вторая. Вторая чуть крупнее. А, вот она. Вот она, тоже еще одна мараночка. Кстати, я думала, что это петух и продавала ее на Авито. Но не купили как петушка. Оказалось, это курица. Да, Петенька, это судьба. Она осталась в хозяйстве. Вот теперь две мараночки, легмаранки и легбары. Теперь они будут жить все вместе. И вы знаете, я заметила, что цыплята легмаранов очень хорошие, крепкие. Они ничем, знаете, там не болели, никогда не сидели. Кволы, они намного крупнее. Вот смотрите, ему 4 месяца петушку. И он такого же размера, как легбарам, которому 7 месяцев. И они были прям такие, знаете, сразу питанные, крупные, красивые. И сравнивая их с легбарами, я видела, что разница очевидна. Курочки крепенькие, такие хорошие. Вот, посмотрите, курочка, 4 месяца ей. Вот. И вот легбарка, которая 7. Ну, как бы, не знаю, разница очевидна. Поэтому я думаю, что я буду держать их всех вместе. И будут разноцветные яйца от шоколадного, да, зеленые, голубые. Вот. И так и на инкубацию, скорее всего, буду продавать. Но это еще, конечно, не точно. Пока такие планы. Мне нравится, что они здесь живут все вместе. Они не ругаются. Все в порядке. Курочек здесь много. Петухов уже троих убрали. Вот. Остались классные петушки. Да, я специально на племя оставила. Думаю, вдруг кто-то еще надумает, купит. Потому что вот мой бульончик красавчик. Вот еще крупные. Гляньте, какие хорошенькие петушки. Вот. Поэтому, если кому-то надо, пишите. Вот. И забирайте петушков. Отдам недорого. Вот такие вот красавчики. Вот. Также теперь у меня живут фавероли отдельно. Я вам сейчас их покажу. Вот они мои разноцветные фаверольчики. Они теперь живут все вместе. Это отец семейства. Васенька. Три курочки его тоже сюда переехали. Вот. И здесь остальные вот разноцветные фавероли. Почти все пятипалые, бородатые. Единственное, что да, цвет у них, конечно, в разнобой. Но ничего страшного. Они прекрасные. Они крупные. Вот. Очень хорошие несушки, я могу сказать. Что вот эти вот три курочки, они несутся отменно. Я надеюсь, что их детишки будут нестись тоже очень хорошо. Кстати, они занеслись в четыре с половиной месяца. Да, вот мамки этих цыплят. Этим уже получается четыре месяца. Вот я уже через пару недель буду ждать первое яичко. И они крупные. Мне кажется, они уже могут, в принципе, снести яйцо. Посмотрите, какие куры вот эти особенно рыжие. Они прям очень крупные. Вот белая тоже вроде бы курица. Вот. Поэтому я уже буду через пару недель ждать яйца. Вот они теперь тоже живут отдельно. Прекрасные, крупные. Тоже очень такие, знаете, легко я их вырастила. Не было никаких проблем. Не было никаких кволых цыплят. Не было никакого падежа. Очень все было легко и просто. Вот, кстати, курочка выходит. Кококает. Да, кокока моя, кокока. Вот взрослая курица, видите, размер. И вот рыженькая выходит. Уже размер, вот, мне кажется, почти одинаковый. Вон они стоят. Мам, когда вышла, и детеныш, он такого же уже размера. Вот, поэтому буду ждать яйца. Так, еще что случилось за время моего отсутствия? Случилось то, что пока меня не было, у меня мама была на хозяйстве, и она убрала у меня весь огород. Поэтому у меня теперь нет никаких забот, хлопот. Мне не нужно теперь ничего прибирать. Мама вот натворила таких делов. У меня осталось только выкопать морковку. Это мама, наверное, не успела, потому что видно, что накопала. Скорее всего, не успела. Вот только выкопала морковочку, и все. Красота. Классно так путешествовать. За тебя дела делаются, а ты отдыхаешь. Малину мама тоже все почистила. Все подвязала на колушке. Вот, все обрезала. Вот такая теперь красота. Здесь я буду все застилать укрытым материалом, потому что вот здесь вот было укрыто очень хорошо. Травы мало, все идеально. Поэтому здесь я тоже или линолеум буду стелить, или купим укрытым материалом, чтобы было удобно ходить. И малина не разрасталась, а вот именно рядочками росла. Здесь вот как раз у меня желтая малинка, один кустик всего. Но я думаю, разрастется, будет все в порядке. Вот такая вот здесь у меня. Теперь красота. А то было вообще все было заросшее. Все было, не знаю, не пролезть, не пробраться. А мама все поприбирала. Вообще класс. Я вшокивала, что она за два дня столько успела. Кстати, вот моя старая роза. Я думаю, что многие по ней скучали. Вы знаете, очень такая стала пышненькая. Помните, когда она цвела в первый год? Лепестки были буквально вот в один ряд. Она была такая, знаете, ну, хиленькая. Больше даже похожа была на шиповник. Сейчас это полноценная розочка. Вот смотрите, какие пышненькие раскрываются у нее цветочки. Очень красивые. И сейчас бутонов очень много, я продолжаю ею любоваться. Вот такие вот бутончики. Кстати, кто помогал мне ее выхаживать, огромное вам спасибо. Она превратилась в шикарный такой вот кустик с очень красивыми нежными цветами. Кстати, они тоже ярче. Помните, да, очень бледные были, когда цвела она в первый год. Сейчас подкормочки, добавочки, правильная обрезка и вот такая красота. Мама, кстати, и клубнику успела почистить, и здесь все-все-все грядки. Кстати, очень удобно мне было в этом году с высокими грядками. Точнее, даже это не то, что высокие, просто они аккуратные, обозначаются, да, где посажено. Здесь постелили дорожки, поэтому трава не росла. Очень удобно было. И вот мама сказала, что когда она чистила, тоже с такими грядками было намного удобнее чистить. Здесь она за полдня управилась, а на заднем дворе, да, туда-там ушло целых два дня. Вот, поэтому такие грядки будем делать и с той стороны тоже. Розочки все на бутонах. Это те розы, которые мне Вера, сестра, подарила. Вот они тоже все на бутончиках. Любуюсь. На следующий год, я думаю, будут вообще красивые. Вот они, потому что это у них первый год, да, они растут. На следующий год они будут крепче и более пышное будет у них цветение. Ну, такая вот красота. Ну и в огороде теперь красота, не бурьина, ничего нету. Все убрано. Мамочке, конечно, за это огромное спасибо, потому что я бы с этим возилась, наверное, еще дольше. А у мамы опыт. Раз, и все убрала. И красота. Перцы только оставили, потому что на них еще очень много перцев. Они в жару почему-то урожай не давали, а сейчас порхала не стало. Вон, все на перчиках, все на перчиках. Поэтому решили пока повременить с уборкой. Думаю, что успею еще их собрать до морозов. Вот, заморожу, что-то, может, приготовлю, а потом уже их вырву. Поэтому пока здесь они еще есть. Вот такое вот сегодня коротенькое получилось видео. Но я думаю, что вам будет приятно его посмотреть. Поставите пальчик вверх. И обязательно напишите какой-нибудь комментарий, чтобы я знала, что этот канал вам интересен. И буду продолжать тогда снимать на него видео. Всем любви, всем удачи, всем пока-пока.